В День Олени жители и гости окружной столицы смогли попробовать этнообед в Ненецком Чуме, который был установлен в самом центре города. В меню национальной кухни традиционные ненецкие блюда. Бульон из оленины, скоросолка из белой рыбы, кровяные лепешки и травяной чай. Все желающие могли примерить национальный ненецкий костюм и почувствовать себя кочевником бескрайней тундры. Хозяйка Чума Людмила разливает по тарелкам бульон из оленины. Это традиционное блюдо ненецкой кухни. На его приготовление требуется минимальное количество ингредиентов и никаких заморских названий. Все просто, но очень вкусно и сытно. Традиционный бульон в приготовлении очень простой. Используется только вода, мясо, соль и иногда заправляют мукой. Это все ингредиенты, которые необходимы в традиционном бульоне. Кроме бульона из оленины, в меню это наобеда, скоросолка из белой рыбы, кровяные лепешки и травяной чай. Отведать блюда национальной ненецкой кухни сегодня могли все желающие. А местом встречи стал чум, который установили в самом центре города. Заглянул на огонек и гость из Череповца Денис Антипов. Я попробовал, я не знаю, как это, суп, бульон из оленя. Я впервые в жизни пробую оленя. Очень интересный такой вкус, приятный. Мне очень понравилось. Если я в наших лесах повстречаю оленя, постараюсь его уговорить стать своим бульоном. Вообще у меня эта поездка, она состоит из приключений. Не просто было добраться, но от этого пребывание здесь еще более такое впечатляющее. Ну и вот я, кстати, впервые в чуме. Хочу все зафотографировать. Такая очень интересная конструкция. Вот, может быть, получится у себя тоже что-то подобное изготовить. Впервые гость из Череповца услышал и ненецкую речь. Хозяйки праздника исполнили песню на ненецком языке. В знак признательности за вкусный обед и гостеприимство ненецких девушек Денис Антипов, который, к слову сказать, приехал в округ для участия в молодежном творческом форуме «Тельвиско-арт» исполнил частушки. Этнообед в Наринмаре организован впервые и посвящен тем, кто не сможет окунуться в атмосферу настоящего тундрового праздника в День оленя.